то робот мне не надо надо мы можем перевести коробку передач спортивный режим ой что она творит было страшно сразу скажу есть большой минус шумоизоляции на вообще ощущение автомобиля в момент движения ченган cs 35 плюс new то есть обновленная новая версия 35 подробный обзор мы уже сняли статичные в нем рассказывали о всех нюансах особенностях габаритах замерах багажника второго ряда сидений так далее так далее так далее его можете увидеть перейдя по ссылке в описании а сегодня будем смотреть когда на автомобиль себя ведет сегодня с вами будет разгон понимание подвески шумоизоляции на вообще ощущение автомобиля в момент движения двигаться мы будем сегодня как по городу так и по трассе вот ну и конечно посмотрим как работают фары по комплектации 35 он предлагается в комплектации advance и тэч у нас сегодня на обзоре комплектация тэч под капотом нас четырехцилиндровый рядный двигатель объем 1 и 4 turbo который выдает 150 лошадиных сил и 255 ньютонов метра крутящего момента в промежутке от полутора до 4000 оборотов этот максимальный крутящий момент доступен расход смешанном цикле 61 литр на 100 километров пути это как раз мы тоже с вами посмотрим по разгону информации нет по этой причине сегодня мы как раз и замерим разгон ну и плюс посмотрим реально ли 61 литр данный автомобиль расходы начинаем с того что слушаем наш двигатель сначала мы послушаем как он звучит внутри салоне на так скажем на холодную до запускаем двигатель и открываем автомобиль мы с помощью кнопки ну слышно слышно начать послушаем как он звучит под капотом данный двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями с мокрой ванной так что скептики которые говорят о робот мне не надо надо почему потому что данный тип коробки лучше передает крутящий момент чем например классическая коробка автомат и плюс при данном типе коробки минимальный расход топлива привод на нашем автомобиле передней то есть все крутящие моменты переходит только на переднюю ось а сейчас давайте посмотрим послушаем как звучит наша коробка да у нас напоминаю электрический стояночный тормоз который сам активируется когда вы останавливаетесь переводить коробку передачи режим паркинг это очень позитивно сказывается на коробку то есть она никогда не будет зажата двигателем вот но скептики которые говорят о электрический стояночный тормоз это плохо он там зимой примерзает но не нравится когда ваша коробка переведена в режим паркинг и электрический стояночный тормоз был активирован просто можете взять ее отключить все отключаете и все спокойно также нашего автомобиля система автохолд об этом тоже мы чуть позже поговорим итак смотрим как коробка себя ведет ну то есть видите никаких рывков у нашего автомобиля и задние парктроники и камера заднего вида то есть при движении назад у нас активируется камера разрешение камеры хорошо что видно я не могу назвать ее супер крутой но все-таки выключить контроль контрольные это линии до линии как видите у нас динамически то есть когда мы к с вами крутим рулем они показывают куда мы с вами приедем и так по параметрам давайте пройдемся посмотрим такая у нас приборная панель на него вводится принципе вся самая необходимая информация датчик давления скорость настройки в общем все 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 мы можем видеть перед своими глазами удобно и хорошо но сейчас меньше информация поездки интересует и давайте мы эту информацию во-первых обнулим обнулили и посмотрим посмотрим какие у нас будут после показателей после тест-драйва общий пробег двести пять километров перед тем как начать движение давать послушаем наш автомобиль это минимальные максимальные показатели и теперь заводим двигатель шестьдесят три и три минимум семьдесят и одна максимум шестьдесят семи три семьдесят два и шесть ну ощущаю на самом деле я ощущаю от резины шум то есть вот так вокруг акустика хорошая но вот от резины шум есть следовательно если вот вы хотите максимальный шум то все-таки рекомендую колесные арки дополнительно покрыть может быть каким-то антишумом антигравий вот потому что это скажется максимально позитивно на вот это вот ваше внутреннее ощущение внутри автомобиля по опционалу c-35 очень богат то есть есть беспроводная зарядка есть обогрев передних сидений есть обогрев лобового стекла целиком то есть не какая-то там часть а вот прям целая ниточка значит начинаем движение итак мы сейчас пройдем тест-драйв с учетом того что мы находимся в дилерском центре мейджор на магистральный мы пройдем тест-драйв часть частично по городу частично пройдем непосредственно по трассе и так по первым ощущениям резина шумновато но это так скажем первое ощущение по посадке по простору мне здесь прям очень нравится почему ну потому что все видно во-первых мне нравится панорамная крыша я специально взял камеру чтобы насладиться не красотища ли ехать и получать удовольствие во-вторых мне нравится то что большие лопухи зеркал то есть действительно все видно куда вы приедете куда вы едете очень большие зеркала они находятся на своем месте с учетом того что я сейчас нахожусь в нижнем положении росту 90 до расстояние от головы у меня все равно сохраняется это порядка трех-четырех пальцев руль у нас с вами регулируется по двум плоскостям ой то есть по одной плоскости он только может опуститься или подняться но благо что он не падает всегда в таком скажем так напряженном состоянии находится вот но руль как вы понимаете у нас электроприводом то есть мы можем крутить им одним пальцем когда стоим на месте но когда мы будем с вами разгоняться руль конечно станет значительно тяжелее да то есть тут нас переменная жесткость руль нас многофункциональной кожаный на нем необходимое количество кнопок для того чтобы мы взаимодействовали с нашей мультимедийной приборной панелью ну тут вообще все здорово все замечательно слушайте ну прям рвет несмотря на то что я на просто на драйве прям чувствуешь как машина начинает движение тормоза давайте сразу у нас есть усилители тормозов то есть когда автомобиль понимает что мы хотим совершить экстренное торможение он это нам позволяет сделать усиливая усиливая давление в тормозной системе то есть он прям делает так чтобы максимально эффективно могли остановиться в городе мы их ощутили вот интересно ощутить их на трассе я разгоняюсь и нужно тормозить ну да я почувствовал что машина встанет только тогда когда я скажу встать ну прям 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 четко сейчас мы с вами заезжаем вот как раз на неровность преимущество города я вам скажу очень сбитая подвеска то есть несмотря на то что у нас с вами тут установлен 18 колеса 18 диаметра если мы смотрим предыдущую комплектацию там колеса будут 17 диаметра но несмотря на это то есть на 18 колесах машина чувствует себя очень хорошо когда вы проезжаете лежачего полицейского часа буду его проезжать ну то есть сбитый автомобиль то есть знаете нет этого ощущения такого что какая-то пустотелость или дребезжание поэтому это новый автомобиль у него очень маленький еще пробег но все-таки то есть подвеску они настроили правильно таким образом чтобы комфортно было и вам как водителя за рулем и также вашим пассажиром смотрите вот прям хорошо прям очень хорошо следующий момент хочется посмотреть как автомобиль себя ведет на трассе то есть вот мы выехали из города на трассу здесь отлично у нас на новой риге колея то есть мы можем легко проверить автомобиль вот и я вам скажу что да конечно ищет ищет немножечко на эту колею я понимаю что нашего автомобиля задняя балка полузависимая но все балка вот еду стык и вот конечно ощущение то что сзади у нас не независимая подвеска а балка это сказывается на то что вот когда мы проезжаем стыки на мосту особенности стыки немножечко такие металлические наверное наш автомобиль чувствует вот этот момент стыка да то есть не так он прогладывает гладко как мог бы на независимой подвеске но с другой стороны вот независимая подвеска она более дорогая в обслуживании то есть полузависимые балки они значительно проще и дешевле в обслуживании и долговечнее несмотря на то что наших у нашего автомобиля 18 диаметра диски никакого дискомфорта это не оказывает на меня как на водителя также и на пассажира давайте посмотрим кстати как адаптирован адаптивный круиз-контроль будет работать в городе то есть вот я его активирую устанавливаю скорость выбираю дистанцию минимальная в городе лучше выбирать минимальную дистанцию на трассе вы можете уже выбирать побольше почему минимальная потому что машина работает но по принципу конуса да то есть у него конусом лучи отходит и если будет много расстояния конечно же каждый захочет встроиться между вами вашим автомобилем и я думаю это не очень вот так смотрите мы легко адаптируемся к потоковому движению достаточно плавно машина останавливается потому что на самом деле качество адаптивного круиз-контроля оно важно как и принципе обычного круиз-контроля потому что если вы на нем передвигаетесь нужно чтобы это передвижение было максимально комфортно так вот да здесь у нас передвижение комфортно и вообще да не прибегаю к помощи ног ноги просто стоят расслабляются машина сама разгоняется сама тормозит причем обратить внимание она указывает сколько метров до впереди едущего нас автомобиль и самое главное в отличие например от моего автомобиля киа соло у меня тоже есть данная система но у меня адаптивный круиз-контроль отключается на скорости ниже 8 ниже 15 км в час когда автомобиль достигает эту скорость система отключается вот здесь же как видите вообще да вот мы плавненько разгоняемся и плавненько тормозить часто смотреть светофор на 40 секунд что произойдет сейчас машина останавливается опять же я не прибегаю к помощи тормоза и газа остановилась все у нас включилась система авто hold то есть мы недвижимы мы сохраняем коробку передач на режиме drive то есть вообще опять же говоря не прибегая никаким усилием до адаптивный круиз-контроль вроде бы он отключился но нет наша задача просто нажать потом на педаль газа и машина вновь начнет движение давайте проверим все я просто нажал на педаль газа и машина сама опять же начинает разгоняться и сама тормозить все но есть также нюансы например если вы передвигаете зимой и у вас радар залеплен будет снегом то вам придется выйти из функции адаптивного круиз-контроля и перейти функцию обычного круиз-контроля причем обратите внимание что круиз-контроль мы с вами можем регулировать только плюс 5 но зафиксировать мы можем принципе любую скорость то есть вот я ехал на 77 километров я ее зафиксировал и как видите 77 километров а если я захочу сам ручным способом сделать то только плюс 5 вот такие вот нюансы и особенности нашего адаптивного круиз-контроля сейчас мы с вами заезжаем в тоннель и в тоннеле мы можем видеть что у нас за оптика что за красотища но сейчас давайте посмотрим как это оптика выглядит на стене ближний свет дальний свет и также можете отрегулировать свет по высоте по посадке дальше по регулировкам у нас как вы поняли регулировки вперед-назад спинка наклоняется поднимается и вот мне очень нравится подголовник он находится на своем месте как видите немножечко изогнутый то есть ничего не хочется подкладывать и в принципе на дальних дистанциях мне будет комфортно в этом автомобиль единственно что боковая поддержка у подушки она вот ну есть у нее определенные нюансы определенные немного но все-таки есть и эти определенные нюансы говорят о том что если я был бы чуть-чуть поплотнее чуть чуть поплотнее до боковинке было бы съездить жестко почему потому что боковинку нас не особо высокая и это не особо высокая боковинка упирается в пластиковую защиту которая здесь у нас снизу и вот этот взаимодействия если вы плотный такой человек как я в нижней части то возможно боковая поддержка будет вам вот воздействовать на ваш организм потому что до этого я сажала другого человек он более узкий так скажем был в низкой части и ему было хорошо вот мне тоже хорошо но не так как могло бы быть скажем так тут на центральном подлокотнике и на боковых подлокотниках у нас с вами присутствует обивка и вроде бы она мягкая на первый взгляд но когда начинаешь не контактировать а в частности я со своими острыми локтями получается что на дальних дистанциях я честно не ощущают мягкость этих подлокотников как опять же говорю центрального так и бокового вот но опять же нюансы и особенности опять же каждый автомобиль индивидуально подходит человеку так что перед тем как покупать приезжайте into drive знакомьтесь с автомобилем живую и выбирайте подходит он вам не подходит так скажем примерьте его на себя а сейчас давайте замерим разгон для этого я переведу коробку передач спортивный режим да у нас здесь здесь есть спортивный режим плюс есть возможность механическом режиме переключать передач и проверю чтобы был выключен кондиционер все мы готовы 3 2 1 газ ну вот так вот так едет наш автомобиль ну и сейчас давайте посмотрим как наш автомобиль будет разгоняться на скорости от 80 до 120 километров в час и так 3 2 1 газ ну и хочется кстати проверить если я переведу механический режим может быть это будет поинтересней давайте понизим на минимум за 5 также вернемся к нашим 80 3 2 1 газ вам виднее я не вижу но вы увидите как интереснее она разгоняется ну и как видели в момент механического режима он позволял нам раскрутить аж до 6000 оборотов наш двигатель но все равно есть вот этот режим от дурака который не позволит совершать неразумные действия для того чтобы машина могла быть испорчена кстати для тех людей которые очень переживают свою коробку передач и не хотят чтобы она переключалась смотрите мы можем перевести коробку передач спортивный режим и если мы в этот режим переходим коробку передач не будет переключать на ненужную нам передачу не можем вообще перевести там на вторую передачу все в рамках второй передачи машина будет ехать с точки зрения безопасности наш автомобиль хорош как вы уже поняли есть адаптивный круиз-контроль у нас очень хорошие ремни безопасности на своем месте находится у нас с вами отличные тормоза и плюс у нас с вами если вдруг что вот что-то если вдруг 6 подушек безопасности потому что если вы посмотрите у конкурентов так скажем по ценовому сегменту вы не найдете там 6 подушек безопасности там бывает где-то 2 где-то 4 6 этого добра не бывает у них ну или вот прям очень очень редко и говоря 6 у нас еще также с вами 6 динамиков итак давайте подвинем ток 108 километров пути час 52 в автомобиле как видели я активно пользовался спортивным режимом ручным режим для того чтобы раскручивать двигатель до высоких оборотов и несмотря на вот эти все мучения которые я данному автомобилю причинил сегодня средний расход топлива 7 9 литров на 100 километров пути понимаете то есть если ездить нормально не мучить его так то да расход топлива будет прям максимально невысок минута субъективности первое это вместительный компактный кроссовер сюда странно звучит но как факт то есть он компактный по своим габаритам но вместительные внутри как для передних пассажиров так и для задних пассажиров ну и плюс багажное отделение тоже она присутствует его там много следовательно использовать этот автомобиль как универсальный для жизни для семьи можно 2 6 подушек безопасности опять же продолжая тему семьи безопасность на первом месте тут никуда мы не можем деться третий водитель о вас не забыли динамичный двигатель динамичная коробка и для пассажиров тоже хорошо что вся эта динамика она не приводит сложностям в стимулярном аппарате то есть как видят когда я шел процесс переключения передач не было таких вот тычков как бывало ранее по надежности как видите у нас с вами 1.4 turbo сверху они стали форсировать до всего 150 лошадиных сил в принципе пульсвагеновский двигатель по своим параметрам коробка робот с двумя сцеплениями с мокрой ванной те проблемы которые были раньше сейчас вас не коснуться ну и внешний вид машина очень хорошо выглядит нет прямо на нее смотрю мне очень нравится единственно что для меня вот человека весом 96 килограмм жестковатые сидения то есть на них сидишь сходится мне немножечко по вальяж не до хочет чтобы какая поддержка была более мягкая или более широкая вот подлокотники чтобы были мягкие но опять же это нюансы и особенности если у путешественника неважно по трассе или пробках адаптивный кройсконтроль на 35 ну прям отменно работает как вы видели вплоть до полной остановки так что приезжайте в чинган мейджор центр на магистральный ну или можете в другие чинган центр мейджор приезжать примеряйте автомобиль на себя так скажем в салоне смотрите изучаете потом садитесь проходите тест-драйв и если вам нужен компактный снаружи вместительный внутри с очень хорошей динамикой кроссовер технологичный безопасный то чинган cs 35 плюс с покупкой нас